В столице состоялся первый концерт нового проекта Союза композиторов России и Open Sound Orchestra. На вечере в малом зале «Зарядье» побывала наш корреспондент Лидия Алёшина. Лида, что это за проект? Планируется, что это будет серия концертов, объединённая общим названием «Пульс». В программе – произведение конца 20-го и начала 21-го века. Заявлены и премьеры, и в зале можно будет увидеть авторов произведений. Наша задача – чтобы музыку композиторов играли при их жизни, потому что чаще всего бывает, как только композитор уйдёт в мир иной, то сразу о нём вспоминают и начинают играть. Но очень плохо, когда композиторы при жизни не слышат своих произведений, и когда композиторы пишут в стол. И вот мы, этот проект, мы, эта попытка изменить эту ситуацию и показать как раз, что происходит в мировой практике и, соответственно, с нашей российской. Как я понимаю, в программу первого концерта вошли произведения и российских, и зарубежных авторов. Да, вечер открыли сочинением «Сфирс» для скрипки и струнного оркестра британского композитора Габриэля Прокофьева. Также в программу включили новую версию произведения Павла Карманова «Любимый невновидимый город» и работу нидерландского композитора Семёна Тенхольта «Полимсест». Впервые прозвучало сочинение Игоря Яковенко «Темпус». Афишу следующих концертов обещают не менее интересной. Классики у нас не будет, но у нас будет и авангард, и минимализм, и электронная музыка. У нас будет всё. То есть весь спектр чувств человек сможет ощутить, придя к нам на концерт. Дата следующего выступления уже известна? Да. Концерт запланирован на декабрь, в первый день зимы, и пройдёт он также зарядье. Ну, конечно, а где же ещё? Спасибо, Лида.